В эфире РБК региональный выпуск новостей. Мы обещаем из отеля Краун-класса Уфа. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. Итак, 17 соглашений подписали предприниматели Башкортостана и Узбекистана во время визита в центрально-азиатскую страну бизнес-миссии нашей республики. Таким образом, общий объем потенциальных инвестиций достиг на этот час 10 миллионов долларов. Об этом сегодня сообщил министр торговли и услуг Алексей Гусев. В эти минуты ожидается прилет в Узбекистан руководителя делегации Башкортостана, главы региона Радио Хабирова. На прямой связи со студией из узбекской столицы находится мой коллега Равель Ватолин. Равель, приветствую тебя. Расскажи, как проходит работа бизнес-миссия, какова программа встреч? Да, коллеги, приветствую. Буквально с минуты на минуту мы здесь, в международном аэропорту города Нукуса. Ожидаем прибытия борта с нашей официальной делегацией, с главой республики, премьер-министром Андреем Назаровым и с вице-премьерами и министрами. Ну и напомню, что буквально накануне сюда, в Узбекистан, прибыла достаточно обширная делегация бизнес-миссии. Порядка 100 бизнесменов и предпринимателей республики, руководителей крупнейших предприятий нашего региона уже разъехались по городам и по регионам Узбекистана и уже работают каждый по своему профилю. Здесь же, в Узбекистане, уже больше недели находится министр торговли и услуг республики Алексей Гусев, который также достаточно большую работу здесь проводит. Я встретился с большим количеством предприятий, с различными министрами, поэтому сегодня он озвучил, что подписал контрактов больше, чем на 10 миллионов долларов. Поэтому ожидаем, что, в принципе, по итогу этой поездки суммы контрактов, конечно, будут варьироваться уже сотни миллионов долларов. И поэтому достаточно хорошая должна быть поездка и бизнес-миссия наша. Вот сейчас рядом со мной находится министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Башкортостан Маргарита Болчева. Маргариту Дмитриевну, приветствую. Но насколько трудно далась эта поездка с точки зрения наполнения ее, что планируется здесь, какие встречи. Добрый день, Равиль. Вы сделали прекрасный краткий анализ нашего визита. Что касается вашего вопроса по сложности, я скажу, что визит в республику Узбекистан мы планировали с 2019 года. Была под Неймия, и временно этот визит был отложен. При том, что наши коллеги из республики Каракалпакстан и в целом из Узбекистана регулярно приезжают в республику Башкортостан. Потому что наши связи, в частности, среди малого и среднего бизнеса налажены уже достаточно давно. И что касается нашего визита, наш визит не случайно построен на двух городах. Это НУКУС, делая программу в НУКУСе, и основная часть со всеми нашими предпринимателями в Ташкенте. При этом, конечно, важно отметить, что Каракалпакстан – это автономная республика. И коллеги имеют большой потенциал – это и газовая нефть, и их особая экономическая зона – НУКУС ФАРМ. Большая часть лекарств, производимых из лакриции, производится именно здесь, в республике Каракалпакстан. При этом, конечно, он также славится своими содовыми месторождениями, своим кунградским содовым заводом. И здесь есть несколько направлений, в которых мы могли бы развивать сотрудничество. Ну, по итогам завтрашней встречи с руководителями, с председателем Жакарга Кинеса и председателем Совета Министров, будет подписан протокол по итогам встречи, который подпишет руководитель правительства Андрей Геннадьевич Назаров. И мы уже сообщим детали о подписанном соглашении. И основная работа у нас в Ташкенте, где мы будем подводить итоги, это большой бизнес-миссия, это самая большая бизнес-миссия. Все наши бизнес-миссии идут с нарастающим количеством. Начинали мы в Казахстане с 30 предпринимателей. В Беларусь с нами поехала 60, уже сейчас больше, чем 96 предпринимателей. И еще несколько коллеги к нам доезжают. И также очень интересно отметить, что если в Казахстане и в Беларуси мы работали со столицами, то здесь, как вы уже правильно рассказали, отметили, наши министры и мы в целом, как видно из нашей программы, мы работаем с областями. И наш руководитель Гусев Алексей Николаевич уже посетил три области и сегодня уже работает в Ташкенте, продолжает свою работу. Мы работаем в двух областях и наш бизнес также ездит, разъезжается эти дни в другие области Республики Узбекистан. Это говорит о том, что диверсификация и интерес в наших товарах, в частности, что касается экспорта, он высокий на всей территории Республики Узбекистан, что позволяет каждому нашему предпринимателю найти свою нишу. И, конечно же, планируется несколько подписаний соглашений инвестиционного формата по противнике Рады Фаритовича. И о них тоже мы расскажем уже в Ташкенте по итогам нашей презентации, после которой будет ряд соглашений, порядка 15 соглашений на определенную сумму, о которой мы вам расскажем сразу по итогам презентации. Спасибо огромное, министр внешнеэкономической деятельности и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болочева. Но здесь единственное хочется добавить, что делегация Республики отработает в Узбекистане три дня. Сегодня это город Нукус, завтра до обеда тоже это Нукус, а затем передвигаемся в город Самаркан. И после этого возвращаемся в город Ташкент, где в среду достаточно большая программа. Но вот опять-таки по внешнеторговому обороту скажу, что Узбекистан 11 по объему товарооборота наш партнер. По итогам прошлого года 113 миллионов долларов. Здесь экспорт преобладает у нас. 98 миллионов долларов мы сюда поставляем и только 15 ввозим к нам в республику. Поэтому потенциал здесь достаточно большой, потому что если брать тот же 2021 год, внешнеторговый оборот занимал 138 миллионов долларов. Поэтому вот здесь точно есть над чем расти. И эта цифра, понятно, что не отражает тех возможностей, которые есть у двух регионов. Поэтому все три дня достаточно обширная программа. Коллеги, вам слово. Да, Равель, спасибо за такой подробный анализ. Я напомню, что на прямой связи со студией из Узбекистана был мой коллега Равель Ватолин. Съемочная группа РБК УФА будет следить за ходом официального визита делегации Башкортостана. А мы продолжаем наш выпуск. Объем инвестиций в основной капитал за первый квартал этого года в Башкортостане составил 70 миллиардов рублей, что на четверть выше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил на оперативном совещании Ради Хабиров. Инвесторам в регионе предлагают беспрецедентные меры господдержки. Объем антикризисной помощи составляет 55 миллиардов рублей. Глава республики отметил, что зарубежные предприниматели, несмотря на санкции, не оставляют и не останавливают свою работу. В мае Башкортостан посетит делегация Турции. Сейчас не время, чтобы останавливать, а наоборот, время уникальных возможностей. Время уникальных возможностей, когда мы, если будем быстрее бегать, быстрее работать, быстрее думать, деньги к нам придут в экономику. Напомню, в прошлом году в Башкортостане был рекордный показатель по инвестициям с поступлением в основной капитал более 400 миллиардов рублей. По объему освоенных вложений республика заняла второе место среди субъектов при Волжье. Наибольший вклад в положительную динамику внесли несколько отраслей. Это обрабатывающий сектор, логистика, добыча полезных ископаемых, водоснабжение, утилизация отходов, а также торговля и строительство. Есенние полевые работы в регионе завершены на 66%. Яровыми засеяно более 1 миллиона гектаров площадей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Эльшат Фазрахманов. На зерновые приходится 900 тысяч гектаров полей, масличные культуры 300 тысяч гектаров, сахарная свекла 34 тысячи гектаров. В лидерах по весеннему севу Кармаскалинский, Стельтамакский, Ильишевский и Ольшеевский районы. Также министр сельского хозяйства подчеркнул, что за 4 месяца этого года аграрии республики приобрели тысячу комбайнов и другой сельхозтехники на 3,5 миллиарда рублей. С начала года приобретено 127 тракторов различного тягового класса, 33 зеленоуборочных компаний, более 420 единиц почвообрабатывающих и пассивных машин. Наибольший объем закупа отмечен на Ургазинском районе, Ольшеевском районе, Довликановском, Кармаскалинском, Чешминском районах от 158 до 286 миллионов рублей за 4 месяца текущего года. Наиболее эффективный инструмент обновления парка техники в регионе – это льготные программы Росагролизинга. В этом году по ним в Башкортостане заключили договоров на сумму более полутора миллиардов рублей. Республика закупила свыше 1200 единиц новой техники. Несмотря на выгодные условия кредитования льготами, в регионе пользуются аграрии не всех районов. Но Тради Хабиров поручила этот вопрос взять на контроль правительства. Глава отвечает за все это. Может, собираться надо и убеждать, и разговаривать. Потому что давайте будем увязывать нашу помощь. Вот они потом придут к нам за помощью. Давайте будем увязывать помощь, насколько они закупают технику. Отработаем. Надо просто объяснять. Я понимаю, что это такой вопрос, но мы же всегда плечо подставляем. Они без техники будут сидеть, и никакого движения вперед не будет. Через коммерческие лизинговые компании закупили техники на 300 миллионов рублей. Кроме того, сельхозпроизводители и фермеры получили 3 миллиарда субсидий от государства. Полностью освоили средства на технику, минеральное удобрение, реализацию зерновых культур и переработку молока. С января по март 2022 года аграрии региона произвели более 170 тысяч тонн молока. В пресс-службе регионального минсельхоза сообщили, что это на 6 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Как отмечают ведомства, это удалось достичь не только благодаря прямой господдержке, но и за счет оптимизации процесса в рамках нацпроекта «Производительность труда». За три года на предприятиях-участниках удалось нарастить производство на 1 миллиард рублей в денежном эквиваленте. Республика перевыполнила план по вовлечению компаний в нацпроект на 40%. Сейчас в нем участвуют 132 предприятия, а производительность на них выросла в среднем на 23%. В 2022 году в регионе планируют довести число участников до 150, так, на предприятии «Северная Нива», а также отмечают положительный эффект от участия в нацпроекте. Качество молока улучшилось, количество молока улучшилось, все замечательно. Мы планируем дальше провести такую же работу в службе растеневодства и улучшить показатели там. До начала проекта мы находились в этом рейтинге хозяйств по надою на одну корову в сутки, где-то на 37-38 месте из 42. На сегодняшний день, сегодня мы на третьем месте. В целом, компании «Северная Нива» Башкирии удалось нарастить производство молока почти в полтора раза. Сегодня на предприятии получают более 220 тонн молока в сутки. Ежемесячная выручка – 28 миллионов рублей. За первые три месяца года в каждом российском магазине в среднем совершили 130 краш. По данным аналитиков N-Tech Lab, это на 18% больше, чем в прошлом году. Средняя сумма краша составляет полторы тысячи рублей. В основном воруют кондитерские изделия, колбасу, алкоголь, сыр и кофе. Из-за возросшего количества краж супермаркеты вынуждены нанимать больше охраны, больше вкладываться в видеонаблюдения, все чаще применять специальные антикражные замки. Эксперты говорят, что такого рода негативная тенденция напрямую связана с новыми экономическими реалиями. Поставщики товаров и услуг во многом использовали ситуацию для того, чтобы задрать цены. При этом, если мы обратим на уровень заработной платы, то он не повысился, а уровень безработицы тоже повысился. Таким образом, реальные доходы населения за последние два месяца, скорее всего, снизились. В связи с этим возникает просто, что называется, экономическая база для мелкой преступности. Тем временем в республике продолжается рост стоимости базовой продуктовой корзины. По данным Башстата, только за последние два месяца конфеты и бананы подорожали в среднем на 10%, картофель на 9%, сыры на 4%, лук, морковь и капуста на 20%. Инвестор вложит в создание производства по переработке продукции пчеловодства в Башкортостане более 600 миллионов рублей. На их основе компания будет выпускать косметическую продукцию и биологически активные добавки. На сегодняшний день инвестор нуждается в помещении для производства гранулированного воска, прополиса в таблетках, маточного молочка и других продуктов. Завод планируется открыть в Уфимском районе. Эксперты говорят, что такого рода производство позволит местным пчеловодам расширить уже существующие рынки сбыта. Нам только это на руку, потому что, во-первых, и в более презентабельном виде продукция пчеловодства получается на выходе. И потребителям это более интересно и привлекательно приобретать такую продукцию. Компания планирует продавать продукцию на территории России за рубежом, в том числе через крупные маркетплейсы. Ранее было одобрено включение проекта в число приоритетных. Это позволит инвестору получить налоговые льготы. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.